Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы собрались поговорить о недельном разделе Балак, книги Бамедбар. Ну и, как всегда, я напомню вам, что разговор будет связан вот с этим изданием Торы, так называемое белое издание Тора Митцелон. Всем хорошо видно. И те, кто еще не успел обзавестись таким комплектом, честно предупреждаю, что очень небольшое количество таких комплектов еще осталось. Потом станет библиографической редкостью. Тоф. Итак, недельный раздел Балак. С вашего позволения я включу экран. Значит, первое, о чем я хочу поговорить, что во всей нашей Торе имеется всего шесть именных разделов. То есть разделов, названных именами каких-то героев рассказа. При этом, что вообще говоря, вызывает немалое удивление. Нет раздела Авраама, Авию, да, про отца еврейского народа. Нет раздела Ицхака, Якова, нет царского колена Иуды, нет Леви, который был, так сказать, родоначальником всех наших коэнов, левитов и главных коэнов. Нет Йосефа, который спас нашу семью от голодной смерти и обеспечил нерастворимость в диаспоре. Нет, между прочим, Паро. Вы спросите, почему Паро? А потому что первое открытие Всевышнего не на индивидуальном, а на национальном уровне было именно открытие Всевышнего египтянам. И Паро, начальник Египта, он как бы к этому приложил свою руку. То есть это впервые в истории национальное раскрытие Всевышнего. Наконец, нет раздела, связанного с именем Маше Робейн. Но это вообще никуда не годится, понимаете? Маше есть, а раздела такого нет. Это совершенно непонятно. И еще наши мудрецы ко всему этому делу добавляют, что если, так сказать, для нашего интереса, что одним из имен Всевышнего является не название раздела, а вся Тора вместе взятая. С первой ее буквы и до последней. И она является одним из имен Всевышнего. Так, теперь вернемся и давайте посмотрим, какие же разделы у нас являются именными. В книге Берешит таких разделов всего два. Их, значит, это раздел Ноах и раздел Хаей Сара. Значит, почему имена этих персонажей вошли в название раздела, ну, в общем, довольно ясно. И мы это с вами обсуждали в соответствующих местах. Ноах – это по сути Адам 2.0, то есть это человек, от которого пошло все человечество. То есть, конечно, оно пошло от Адама Арешон, но все, что произошло от Адама Арешон, за исключением Ноаха, все были уничтожены потопом. И только Ноах и его сыновья, соответственно, там, жены, сыновей и так далее, уцелели в потопе. Поэтому Ноах, по сути, это Адам 2.0. Почему раздел назван Хаей Сара, это тоже достаточно понятно, потому что Сара сыграла выдающуюся роль в рождении именно еврейского народа. И когда мы говорили про этот раздел, то мы это очень подробно обсуждали, что, в общем, без Сары Авраам, Авийну, в общем, вполне удовлетворялся ролью создателя монотеистической религии, которая может принадлежать любому представителю человечества, кто угодно может войти, так сказать, в рамки монотеизма при своем желании. А вот Сара именно настояла на том, что необходима наша национальная суть, что это должна быть не просто монотеистическая религия, неважно для кого, это идеология нашего народа, и наследником Авраама должен быть Ицхак и никто другой, и земля Израиля должна принадлежать нашему народу, и никак иначе. Раздел называется Хаей Сара. Дальше. В книге Шмот существует всего один единственный именной раздел, это раздел Итро. Почему раздел, в чем это настолько важный раздел? Именно в этом разделе мы стоим у горы Синай, значит, в этом разделе описывается, как мы стоим у горы Синай и слушаем десять речений, да, десять заповедей с горы Синай. Почему раздел называется Итро? Ну, есть две причины. Во-первых, Итро – это один из потомков Авраама Авийну. Во-вторых, Итро – автор социальной структуры нашего народа, да, то есть ее самой-самой первой редакции. Вот как я здесь говорю именно о социальной структуре народа, да, пока речь шла о семье, братьях, родственниках и так далее, это один разговор. Но вот когда в лоне египетской цивилизации рождается еврейский народ, то, так сказать, на берегу Тростникового моря, это еще толпа беглых рабов, у которых нет ни структуры, ни идеи, ни цели, ничего. И в Тории это очень хорошо описано. А вот когда приходит Итро, то он подсказывает Маше Робейну, как начать создавать структуру, социальную структуру именно народа на национальном уровне. Ну, конечно, первый шаг был сделан еще в Египте, но не будем сейчас об этом. В книге «Воекра» именных разделов нет совсем. В книге «Бамидбар» именных разделов три, значит, в книге «Дворим» именных разделов нет, а в книге «Бамидбар» есть раздел «Порох», о котором мы говорили в прошлый раз. И как раз вот я, кому интересно, посмотрите, я на эту тему довольно много говорил, почему раздел называется «Порох». Значит, вроде бы это бунтовщик, но тем не менее раздел назван его именем. Кому интересно, вернитесь, посмотрите в запись. Значит, недельный раздел «Пинхас», мы его обсудим во благовремени, а сегодня говорим о недельном разделе «Балак». Значит, я обращаю ваше внимание, что это вообще, так сказать, довольно уникальное явление, и если «Пинхас» – это все-таки наш человек, это из семьи Аарона, вполне себе еврей, Корох, вполне себе еврей с колена Леви, Итро, он, конечно, не еврей, но он потомок Авраама, и, так сказать, праведник, человек, который привносил монотеизм в жизнь медьянского народа, так сказать, тут все понятно. Балак, он ни разу не еврей. Он человек для нас посторонний. Вы скажете, так Ноах тоже не еврей. Простите, тогда еще не было евреев. Слава Богу, что Ноах спас по поручению Всевышнего все человечество. Евреи появятся гораздо позже. Так вот, Балак – это совсем не наш человек, и, тем не менее, он удостоился недельного раздела Тора. Название недельного раздела Тора. Вещь совершенно нетривиальная, и вот я эту вещь хочу и обсудить. Значит, в разделе, на самом деле, повествуется о такой паре Балак и Белам. Балак – это муавитянский царь, который, так сказать, находясь в своем Муаве, очень опасался появления, так сказать, на политической арене народа Израиля. Перед этим, хронологически, произошла война с Огом и война с Сихоном, двумя царями, которые стояли у нас на пути. И в этой войне Израиль одержал убедительную победу, так сказать, вообще не дал ни одного шанса ни Огу, ни Сихону, хотя это были, как говорит нам текст, это были очень такие мощные цари воинственным и хорошо подготовленным для военных дел народа. Так вот, в этой ситуации Балак не хочет видеть Израиль, как сейчас принято говорить, на геополитической арене, не хочет видеть его своим конкурентом, даже соседом. На самом деле география такая, что, вообще говоря, мы не претендуем и не претендовали и не собирались претендовать на территорию Балака, так сказать, пройти мимо и отправиться в Эрец к нам. Нам Балак не мешает, и мы ему не мешаем. Но, тем не менее, наличие Израиля рядом для него неприемлемо. Интересно отметить, что подобный геополитический расклад сегодня в порядке вещей, сплошь и рядом, когда, так сказать, просто наличие какого-то государства рядом, не угрожающего, не претендующего, никоим образом не задевающие интересы другого государства, оказывается неприемлемым и вызывает конфликты вплоть до военных действий. Так вот, это Балака, а Билан – это человек, который жил в Междуречье, так сказать, в общем, не близко от Муава и являлся пророком, причем выдающимся пророком современности. И говорят наши мудрецы, что пророческий дар Билама был не меньше, чем пророческий дар Машера Бейна. То есть это был великий пророк, и в те времена это было нормальное явление, пророки были не только в среде еврейского народа, пророки были и у других народов. И такой пророк был Билам. Так вот, значит, Балак, что называется, засветился в истории еще и тем, что, как ни странно, именно от Балака происходит моавитянка Рут, которая была прабабушкой нашего царя Давида. И, соответственно, из потомков Балака, ну, после уже Давида, Шламо и так дальше, из потомков Балака придет Машех, которого мы ждем по возможности сегодня еще до наступления вечера. Вот. То есть Балак в нашей истории, в общем, фигура заметная, хотя и не еврейская. И здесь второй момент. Когда это все происходит? Значит, я напомню, мы это уже обсуждали в недельном разделе «Корох», что ситуация с Балаком происходит на сороковой год нашего странствия по пустыне. То есть мы вышли из Египта 40 лет назад. Мы уже подошли к Ордану. Так сказать, все странно, подошли с Востока. Все странствие наше уже заканчивается. И в чем здесь суть? А суть здесь вот в чем. Значит, я несколько раз и сейчас, и раньше по поводу других тем повторял такую аллегорию, что наш народ родился в лоне, слова-то какие, да, родился в лоне египетской цивилизации. Наша мама Египет. Именно оттуда мы вышли. И были мы вот такой новорожденной толпой. И пришли мы к горе Синай. И с горы Синай мы получили Тору. Всю в полном комплекте. И десять заповедей, и все остальное. И дальше, в течение сорока лет, если все это одной фразой сказать, мы учили Тору и становились народом. То есть, подобно тому, как новорожденный младенец, вот самый маленький тенок, да, он, конечно, он человек с точки зрения там чего хотите. Там у него две руки, две ноги, глаза, уши, все как надо. Но на самом деле это только человеческий потенциал. Вот должно пройти, я знаю, 20-30 лет, человек вырастет, выучится. Знаете, старый еврейский анекдот, что ученые спорят, в какой момент зародыш человеческий становится личностью. Когда аборт является чистым убийством. Так вот, еврейская мама давно решила этот вопрос. Что зародыш становится личностью в тот момент, когда он получает диплом юрфака или медфака. В этот момент он становится личностью. Так вот, мы родились, мы 40 лет учились. Создавалась социальная структура народа. Создавались всякие разные правила и общежития, и общение со Всевышним. И так далее, и так далее, и так далее. За эти 40 лет произошла масса событий. И вот сейчас, сегодня, на берегу Иордана, мы должны держать экзамен. Мы народ или как? Да, вот получился ли из нас народ? И этот экзамен для нас организовал балак. И поэтому раздел называется балак. И я сейчас попытаюсь этот тезис доказать. Значит, недавно была суббота, да, тогда, позавчера. И после еды мы все пели 126-й псалом. Широ Маалот, да. Так вот, я хочу вам привести комментарий, который лично меня просто привел совершенно в большое удивление. Комментарий Раши на 126-й псалом. Речь идет вот о чем. Что легко радоваться своей личной победе. Ну, я не знаю. Ученый сделал какое-то великое открытие. И, так сказать, там, ему рукоплещет вся академия. Он, конечно, рад. Он достиг цели своей жизни. Или там какой-то стартап создал такую технологию, что заплатили за нее 100 тысяч 500 миллиардов долларов. И, так сказать, после вычета налогов все эти стартаперы стали очень богатыми. Или, так сказать, крестьянин собрал урожай сам 100 и урожай вообще такой, который в таких местах никогда ни у кого не был. То есть, плоды собственных рук очевидно вызывают радость. И гораздо сложнее радоваться некоторым вещам, которые происходят с народом в целом. И Раша это объясняет так. Смотрите. Широ Маалот. Когда возвратил Господь пленников Циона. То есть, вот мы где-то там в изгнании, в Междуречье или где еще, или в Галуте двухтысячелетнем. И вот нас возвращают в Эриц и Сраэль. И в этот момент были мы как во сне. Мы совершенно не понимаем, что с нами происходит. И вот этой чистейшей, колоссальной радости от того, что мы наконец дома, вот этого-то как раз и нет. Всякие проблемы там, абсорбция, то сё, пятое, десятое. Мы как во сне с квадратными головами. И вот только после того, как другие народы Аллы Боэм скажут, великое сотворил Господь с этими. И вот только после этого мы поймем, что действительно великое сотворил с нами Господь и рады были мы. Понимаете, о чем речь? Чтобы ощутить чудо Всевышнего, которое происходит со всем народом, нужно, чтобы другие народы... Понимаете, зачем человек создавал для Адама Эзер Кенегдо? Зачем Адаму создали хам? С точки зрения простого размножения, я так думаю, что когда Всевышний создал Адама мужским и женским, наверное, там уже были заложены механизмы размножения. Так сказать, природа знает и бесполое размножение тоже, проблемы нет. Но помощник, противник напротив его, вот этот вот Эзер Кенегдо, для того, чтобы человек в чужих глазах мог увидеть себя. Есть такая знаменитая работа Фрейда «Я и оно». Значит, то есть, вот я – это я, а он – это он. И, так сказать, между нами возникает какая-то коммуникация, я вижу себя в его глазах, а он видит себя в моих глазах. А если я просто сижу в закрытой комнате, и у меня нет ни собеседника, ни коммуникации, то я сам себя не увижу и не узнаю. И то же самое на национальном уровне. Для того, чтобы мы, как народ, поняли, что великое сотворил с нами Господь, для того, чтобы мы осознали вот это чудо, для этого мы должны увидеть это чудо в глазах других народов. Вот когда скажут между народами, вау, это что же это такое, вот тогда мы сами и понимаем, да, это чудо, и мы реальные его учебники. Так вот, Балак для нас организовал этот экзамен. Балак для нас и устроил ситуацию, когда другие неевреи и нееврейские пророки увидели то, что происходит с нами. Я сейчас не буду говорить о том, зачем Балак позвал Беламы, историю с ослицей, все, что хотите. Кому интересно, в белой книге, я показывал ее, да, вот здесь вот, все очень подробно и хорошо написано. Там это можно почитать, и есть миллион комментариев и про ослицу, и как она заговорила, и какой Белам ее хотел убить. В общем, мы это сейчас опустим, а мы поговорим о результате. Итак, Балак строят жертвенники, приносят на них жертвы, так сказать, приближение к акту пророчества, и после этого Белам от этого жертвенника высказывает пророчество по поводу Израиля. Задача, которую Балак ставит перед Беламом, проклясть Израиля. Смотрим, что говорил Белам. Белам. Трижды Белам говорит про Израиль. Первое. Что прокляну, не проклинал его Эль, Эль одной земной Всевышнего. И что буду гневаться, не гневался Ашем, потому что с вершины скал увижу его, из холмов посмотрю на него. Вот народ отдельно поселится и среди народов не посчитается. Кто сосчитал прах Якова, исчел семя Израиля? Умрет душа моя смертью прямых, и будет конец мой как их. Это не проклятие, это благословение. То есть Белам говорит, что это народ, избранный Всевышним, его не проклинают, на него не гневаются. Это народ, который беспорочен. Балак требует второй раз, Белам говорит второй раз. Не взглянул на злодейство в Якове и не увидел лжи в Исраиле, а Шемала им его с ним и близость царя в нем. Эль выводит их из Египта. Эль – это опять же одно из его Всевышнего. Как размах дикого быка у него, потому что не гадание в Якове и не колдовство в Исраиле. В срок будет сказано Якову и Исраиле, что сделал Эль. То есть действия Всевышнего по отношению к нашему народу – это не результат гадания колдовства, какой-то магии. Это прямое вмешательство Творца в существование мира. Вот народ, как львище встанет и как лев вознесется, не ляжет, пока не съест добычу и кровь убитых выпьет. Это опять не проклятие, это опять благословение. И в третий раз знаменитая фраза, которую мы произносим, входя в синагогу. Как хороши шатры твои Яков, жилища твоей Исраиле. Как ручьи растеклись, как сады на реке, как алоэ, который насадил Ашем, как кедры на водах. Потекут воды из ведер его, и семя его в водах многих, и возвысится над Агагом царь его, и вознесется царство его. Эль выводит его из Египта, как размах дикого быка у него, съест народы, враждующие с ним, и кости их раздробит, и стрелами своими пронзит. Преклонился, лег, как лев и как львище. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, а проклинающий тебя проклят. Опять, это не проклятие Израилу, это благословение Израиля. И что мы видим? Что в конечном итоге, после 40 лет хождения по пустыне, после усвоения Торы, после создания сложнейшей национальной структуры, многоуровневой, разнообразной системы, так сказать, власти судебной такой-сякой, организации жизни внутри колены, между коленами, образование лагерей с трех колен и так далее, и так далее. После того, как народ сформировался за эти 40 лет, и самое главное, я напоминал, мы об этом говорили в разделе коров, что за эти 40 лет сегодня перед Иорданом находятся всего 4 человека, которые в сознательном возрасте, 20 лет и старше, вышли из Египта. Это еще живой Аарон, это Машера Бейну, это Йошуа Бинну и это Калев Бен Дефунэ. Все. Значит, оставшиеся вот 603 тысячи там с лишним, они все остались в пустыне. Те, кто стоят сегодня у Иордана, это новое поколение, это новый народ, это народ, воспитанный на Торе. То есть это люди, которые от своего рождения, они не слышали криков надсмотрщиков египетских, они не видели, что такое... Простите. Они не видели, что такое вот египетское идолопоклонство и прочее, прочее. Они воспитывались Торой, они воспитывались Синайской высотой. И здесь это уже другой народ, по-другому организованный, по-другому живущий. И он пока еще не ощущает себя, так сказать, вот народом. То, что я говорил про человека, да, я и он. То есть я должен увидеть себя в чьих-то глазах. И вот сейчас, в этот момент, сдается последний экзамен пустыни. Когда еврейский народ видит себя глазами Белама. Спасибо Балаку, спасибо Беламу. Вы на нас посмотрели и вы сказали, как мы выглядим в глазах окружающих народов. Вопрос решен. И перед нами завоевание Эрец-Исраэля. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы? Господа и дамы. Самое время спросить вопросы. Да. Если таковые есть. Ну, хорошо, не будем мучить народ. Обдумывайте вопросы. Мне можно писать в письменном виде. Никаких проблем. Я на все письма отвечаю. Честно отвечаю на все письма. Тогда давайте плавно перейдем ко второй части. И, в общем-то, как бы это на ту же тему, на самом деле. На тему пророчества Балака. И смотрите, вот Ханан Парад, по которому я иду, он останавливается на как бы сложной, я даже не знаю, как сказать, психологической, по-видимому, дилемме, которая разворачивается перед нами. Я прошу вас как бы внимательно смотреть за той логикой, которая сейчас будет показана, которую, как обычно, мы пользуемся как бы текстом, подтверждаем текстуально. В общем, совершенно непонятная. Ну, я как бы разрешу себе сделать спойлер и рассказать то, к чему, к выводу, который приходит в конце, Ханан Парад, а именно, некоторое потрясающее раздвоение личности, которое происходит у Балака. По-видимому, по-другому, по-другому. Но как-то трудно понять, что с ним происходит. Значит, вот Ханан Парад для описания, а сейчас мы начнем вот с этого описания, что происходит с Белямом. Он приводит белый такой парафразы, в общем, очень известный, я не знаю, насколько это известно, как бы, ну, в советское время, я даже не помню, что я, честно говоря, читал. Наверное, это было перейдено на русский язык, но неважно. В общем, это поиск, наверное, Роберта Стивенса, который называется «Странная история доктора Джекила и мистера Хайта». Для тех, кто не читал, речь идет о некотором ученом, который поставил перед собой дерзкий, опасный эксперимент. В общем, выпустил на волю из глубины подсознания свое темное «я», просто читая то, что как бы здесь описание, да, зловещего негодяя-убийца мистера Хайта, да, и с которым он как бы борется. То есть он временами так, временами так. Очень потрясающая история, как бы, если прочесть, действительно, как бы, захватывает совершенно. Окей. Как бы, может быть, у него даже есть моральный какой-то мессор обращения, что если человек поднимется на такой уровень, что он сможет в каждом отдельном индивиду, в отдельной части, разложить по частям, где хорошее, где плохое, да, где почитаемый, благородный, так дальше, врач, с одной стороны, а с другой стороны, темный, как бы, убийца, превращающийся в обезьяну, в насильника и так дальше. Все можно их разделить, да, и таким образом победить зло. И вот возвращаясь опять, как бы, к Биль-Аму. Сначала общий вопрос, в чем заключается противоречие? Проречие заключается в том, что у нас наши мудрецы, один из, как бы, столпов еврейской мудрости, Рамбам, он совершенно четко описывает, какие должны быть свойства у человека для того, чтобы у него был пророческий дат. Сейчас мы перечислим, какие. И общая идея такая, что пророчество не может прийти к человеку, который не обладает соответствующими моральными свойствами, чертами характера, да. Итак, какие. Вот это вот на иврите так звучит то, что говорит Рамбам. «Знай, что никакой пророк, он не пророчествовал или не будет пророчествовать, не становится пророком, пока у него не будет коль аммалота сихлиот». То есть высокая интеллектуальная способность. «Выров маалота медотва яхазакот шипаэм», которые сочетаются с маалотом. «Аммедот», который сочетается с высокими моральными принципами, скажем так, такой перевод на русский язык. И вот, вот, что нам говорит Талмуд на эту тему. Говорит. Вот три признака, которые должны быть у человека, чтобы он стал пророком. Давайте их разберем. А, перевод фразы такой. То есть пророчество не спускается, не обитает, как угодно скажите, в человеке, а только тогда, когда он обладает этим, когда он представляет совокупность этих трех вещей. То есть у него совершенно потрясающее собрание интеллектуальных возможностей. Он не какой-то, как бы, не знаю, глупец, дурачок, в кавычках, да, или без кавычек, который вдруг начинает что-то такое бормотать. Люди говорят, вот, смотрите, 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 он что-то такое говорит, давайте прислушайте, нет. Человек написано, хахам, коли молодцы клюет. Он должен быть человек с развитым интеллектуальным аппаратом. Дальше, ашир. Что такое ашир? Ашир объясняют так. Ашир, как бы, богатый. Но, но, при этом можно понимать у самех бахилко. Невероятный человек, который обладает реальными вложениями в банки. Другие драгоценности. Самех бахилко – это означает, что человек, который самодостаточен. Он вполне рад тому, что у него есть. Или, а это будет сейчас наш случай, он не гонится за богатством. У него нет этого чувства. Нету чувства наживы. Он доволен той жизнью, той материальной жизнью, которая у него есть. Гибор. Гибор, вы знаете, да, это божественный человек, сильный. В данном случае, опять же, парафраза такая. Это человек, который может обуздать свое злое начало. То есть он не раздираем, скажем так, плотскими стремлениями. Вот это три параметра, да, по которым мудрецы, вслед за ними, Талмуд, вслед за сними, Рамбама определяет параметры, по которым человек может стать, на него могут спуститься пророчества. И теперь, да, если мы будем рассматривать, как бы, образ Бильама, то мы видим, что они стоят, как бы, в полном противоречии. Потому что мы на одном дыхании говорим Бильам-Нави, Бильам-Пророк и Бильам-Араша-Злодей. Который, с одной стороны, он удостаивается, как было сказано предыдущим ораторам, лекторам, и то же самое я повторяю, и тоже говорит традиция. Он удостаивается произнести великое пророчество, великие пророчества, пророческие слова. И про Израиль, и вообще про другие народы тоже, да. Но при этом, мы сейчас посмотрим текстуально, его, как бы, моральные качества, они низкие. Он низменный человек. И это видно из текста, да. И точно так же, да, говорит Раше, он совершенно не тот, про которого говорится, а ширша самех бехалко. То есть человек, который не гонится за богатством. Раше пишет, нафшор и хава у Махмеда Тмамон. Нафшор и хава имеется в виду, что у него душа не широкая в плане духовных возможностей, а в том плане, что он стремится к наживе. Он хочет обогатиться. Махмеда Тмамон. У него, как бы, глаз положен на богатство. Более того, он говорит, он не гибор, который ковешит Яцеро. Он не тот человек, который обуздывает свое, свои низменные побуждения, свой Яцеро. Почему? Мы видим наоборот. Адараба, наоборот. Умышуабад Лейцеро, он полностью находится во власти своих инстинктов, на власти своих, скажем, материальных низменных пожеланий. Как сказали мудрецы в Перкеа, вот, три отрицательные качества характеризовали бель-ам. Какие они? Айн-ра. Айн-ра – дурной глаз. В данном случае имеется в виду кин-а, а именно зависть. В и-ро-к-воа имеется в виду не высокий полет духа, а имеется в виду гава, то есть он превозносится над другими. В и-нефи-шрахава. Нефи-шрахава. Мы говорим. Тава. Он стремится к обогащению. Дальше. Можно задаться вопросом. Может быть, мудрецы так наехали на бель-ама? Может быть, они это выводят из каких-то метрашей? Может быть, это не написано прямо в тексте? Однако мы сами видим, что бель-ам собственной персоной подает идею, подает район, каким образом поставить, называется лахшиль в одно слово на иврите, кишалон – это препятствие. Как о препятствии, как поставить препятствия перед Бне-Исраэль, как их завалить в некоторую яму. И это мы видим. Это подает совет на ту тему, что сделать ситуацию, чтобы они поддались разврату с дочерями Муава и Медьяна. А те, мы своротили их и до поклонства. Откуда это яствует? Это яствует из того, что говорит Моше после войны Израиля с Медьяном. Моше говорит, можете посмотреть, книга Бамидбак, 31 глава, Дед Зайн, 17 стих. И вот они, эти медьяне, медьянки, они были капканом для Бне-Исраэль Бидвар Биль-Ам. Подчеркиваю, Бидвар Биль-Ам. По слову Биль-Ама. То, что они отвратились от Всевышнего, поклоняясь Бааль-Пиору. Это такой идолопоклонический культ. И было поражение в стане израильтян. И мы видим, что сам Моше, он утверждает, что это было бы Двар Биль-Ам. Окей. Теперь дальше. Сказав все это отрицательно про Биль-Ама, исходя из того, что мы знаем, что он был пророком, и он сказал великие слова про Израиль, мы возвращаемся опять к тому противоречию, с которого мы начали. Возвращаемся к задаванию того же самого вопроса. Каким образом удостоился такой в современном языке коррупированный или развращенный человек такому высокому пророчеству? Теперь дальше посмотрим, какие могут быть попытки разрешения. Во-первых, если у вас уже возникли какие-то мысли, как можно разрешить это противоречие, оно, на первый взгляд, выглядит совершенно как бы неразрешимым, невозможно понять, каким образом. Если у вас уже есть какие-то соображения, пожалуйста, озвучьте их. Я остановлю как бы свое выступление, вполне как бы выслушаю те соображения, которые есть у вас. Пока вы думаете, я приведу вам первое, на мой взгляд, нетривиальное, попытку разрешения, которое предлагает Ханан Парад, идя по мудрецам. Значит, вот этот параграф называется интересно. Мал-Ах в ХК. Мал-Ах, мы все знаем, это ангел. Что такое ХК? ХК это удочка. Вы спрашиваете, при чем здесь удочка и при чем здесь ангел? А давайте посмотрим, каким образом это разрешается. Мы видим, на первый взгляд, что перед нами предстает совершенно потрясающее событие. Мы видим ситуации, когда пророчество человека совершенно не связано с его личностью. он находится в полном противоречии. И мы можем прийти только к одному выводу, что вся идея этого явления, она заключается в некотором механизме, который сделал Всевышний, или в некотором замысел Всевышнего, который нам трудно понять, который весь сделан был для того, для того, чтобы Израиль был благословлен от имени пророка. А дальше очень важно то, что говорил доктор Линец, «Ме умо таулах» – от народов мира. Значит, вот о значении благословления от народов мира, или, во всяком случае, их оценке ситуации, роли, и так дальше, «Бне Исраиль», говорил доктор Линец. И это очень нам важно для понимания. Это как раз был очень хороший пролог к тому, что дальше, ко второй части, которая сейчас из Влада. Итак, посмотрите, давайте посмотрим, что пишет Гмара в Масахе Цанедрен, в трактате Цанедрен. И вот что она пишет. Как всегда, форма изложения Талмуда, она очень концентрична и лаконична, но тем не менее, Канад Парад дает нам объяснение. Они пишут, написано в странице 23-й. Слыха цитируется прежде всего 23-й. Глава, 5-й стих. «Ваясе машем двар бепи биль ам». «И вложил Всевышний слово в уст а биль ам». И из этого уже можно почувствовать, куда сейчас ведет мудрецы, а за ними Ханан Парад. К некоторому роботному варианту. «Раби леза ромэ малах». Что такое малах? В скобках. «Сам бепит». Ангел положил ему, вложил ему записку с нужными словами в его устав. «Раби Йоханан, омэр, хака». «Раби Йоханан, говорит, удочка». Он его на удочку поймал. То есть биль ам, пророчество биль ама, как будто было одето на него. Но видите, есть такое слово, называется «ульбыша». «Лавуша» – это одеяние, «Лаальбиш» – это одевать кого-то, «улбиша» – это пассивное, на него было одето. Это вот как бы в противоречии с его собственными пожеланиями, на него было одето это пророчество. и у него из уст вышли слова, которые его заставили, которые Малах заставил его сказать. А сам по себе, сам по себе, это вышло, если можно сказать, непроизвольно. тогда спрашивают мудрецы. Ну, хорошо. А какое тогда значение, то самое, про которое говорил доктор Линдич, народный мир благословляет Израиль? Если по этому объяснению это было вынуждено, Беляма заставили или народы в миру заставили благословить, ну, так какой тогда в этом смысл? Получается, что по такой же логике, не сравнивая народы мира с ослицей, но тем не менее, Мангел мог открыть уста Атона, ослицы, и она тоже могла благословить. Какая особая разница с тот, где поступает, как робот, аслица-ослица может говорить по-человечески? Какая между ними разница? Но тут возникает некоторая трудность. Почему? Потому что посмотрим по тексту. Из того, как написано, из самого текста явно явствует, что Белян сам идентифицируется или солидализируется со своим пророчеством, причем говорит это, как видно, сейчас мы увидим из текста, говорит это с полным душевным, эмоциональным основанием и говорит про чувственное, возвышенное и очень эмоциональное это выражает. Как он пишет, как он говорит? Он говорит «Тамот навши моти шарим бытие храти камоу». Говорит «Пускай душа моя умрет смертью праведников и пускай мой конец будет как у них». То есть это означает совсем не похоже на то, что бы это говорил робот, типа ослица. Да? Так может говорить человек, который полностью солидарен с тем, что он говорит. или когда мы слышим какое душераздирающее, знаете, анаха, такой вздох, крик души, корек лев, разрывающая душераздирающая. Когда он говорит «Ой, ми ихе мисумо эль». Это трудно перевести на русский язык. Посмотрите, 24 глава, 23, 23 стих. Я думаю, что это что-то типа того, кто выживет после того, как на него возложена такая обязанность, после того, как на него возложено то, что возложено на меня. Поэтому трудно, трудно после вот этого сказанного, да, трудно представить себе, что Бель-Ам он был как заезженная пластинка. не чувствуя, совершенно отстраняясь от того, что вот эти процитированные строки, они свидетельствуют о том, что Бель-Ам 100% в тот момент, когда он говорил «Брахот», «Благословление Израиля», он 100% с ними был солидарен. Итак, тогда мы приходим к некоторой идее, с чего мы начали. доктор Джеккель и мистер Хайт «Раздвоение личности». По-другому, по-другому Ханан Парад это объяснить не может. Говорит, прежде чем подойти к объяснению, хотя бы минимально, что такое шизофрения, что такое раздвоение личности, он предлагает посмотреть, что говорит традиция о возможности человека идти в каждой из двух сторон. Одна сторона праведности, вторая сторона злодейства. Ирамбан Бейлхот-Шува в законах Чувы, глава 5, 1 стих, первый параграф, он совершенно однозначно устанавливает и говорит. Это вообще знаменитые как бы слова. Ршут коль адам на ту налог. А именно Ршут выбор каждому человека дан ему. То есть у каждого человека есть Ршут. У каждого человека есть возможность выбора. Какого? Имраца леатот адсмола берахтува влиет садик Аршут беяду. Если человек хочет леатот адсмола взять себя и перетянуть себя на сторону добра, выльет садик и быть праведником Аршут беяду. У него есть все силы, у него есть все право. сделать это. Но с другой стороны настолько же симметрично и парадоксально звучит обратное. Выимраца леатот адсмола ле дэ рахра влиет Раша. А если хотел, если он хочет, леатот адсмола взять себя и перетянуть себя, или повернуть себя, или пойти в сторону злодейства, выльет Раша и стать злодеем, опять заканчивает теми же словами. Аршут беяду. У него есть на это право. И на самом деле в этих как будто афористичных фразе, которая симметрично распадается на две части, как мы видели, на мой взгляд какой-то потрясающий принцип, который в каком-то смысле идет, мне кажется, в противоречии с Сивенсом, в истории о докторе Джекиле и мистер Ухайден. Потому что там, насколько я понимаю, он приходит к выводу о том, что человек не может разделить. А Рамбам говорит, да, человек может разделить. То есть у человека, у него явно могут быть две половины. Каждая половина может тянуть в одну или в другую сторону. И он имеет право и, наверное, даже обязан выбрать дорогу праведную, а не быть злодеем. И, наверное, это я от себя добавляю, мне кажется, здесь есть как бы в этих словах Рамбама есть обоснование полной свободы выбора и, соответственно, полной вины человека. Человек не может сказать, у меня было полное раздвоение, я ничего не помню, я его просто так убил, или я просто так сделал, меня потянуло, у меня было помутнение разума. По Рамбам такого быть не может. У человека есть Ршут, у него есть полная свобода воли, выбора, и он обязан выбирать правил определенный путь. Окей, но опять посмотрим на Билл-Ама. Каким же образом может такое быть? Возвращаемся к нашей загадке. Что может быть? Что Билл-Ам явно-явно он совмещает две вещи. Тадханан Парад пытается сделать, найти какой-то компромисс. Он пишет Ах Паамин Бет Маавак Бен Кухот Ато Вера. Но иногда в процессе борьбы, да, вот скажем, человек, у него он может выбрать либо это, либо это. Но это не происходит за секунду, в нем происходит борьба. Борьба между силами добра и зла. И, видимо, в процессе вот этой борьбы, в процессе этой борьбы может произойти психологический феномен, уже ужасный, да, феномен, известна в психологии, такая патология, которая называется шизофрения, которая именно, именно представляет собой некоторую войну, происходящую в душе человека, которая приводит к тому, что у него происходит пицуль и шиют, то, что называется, раздвоение личности. Получается, что у него есть, пишет Ралаханапарат штейшую, у него есть две суверенные власти. Одна власть добра, а другая власть зла, и при этом они уживаются в одном человеке, являясь при этом, являясь при этом совершенно противоположно, при этом их невозможно примирить меру с собой. И мы видим, опять же, давайте посмотрим на пасуки, и мы видим, что в реальности вот такая шизофрения такого типа, она действительно существовала. У Бельама, с одной стороны, он с полной как бы искренностью и самоотдачей, в нем существует пророчество, а с другой стороны, он полностью находится во власти своих изменных чувств. И поскольку у него во время этой борьбы у него нет сил для того, чтобы властвовать над своими низменными инстинктами, обогащение, получение как бы власти над другими и так дальше, получение доблести и почести и так дальше, у него его личность, она как бы разрывается на две части. его пророческая часть, она требует, просит близости ко Всевышнему. Митсад с другой стороны, он выступает в качестве колдуна, знахаря, низменного, как пророк Бель-Ам полностью солидаризуется с предназначением, ведь это называется Иуд, с Иудом Ам-Исраэль, с предназначением народа Израиля. Более того, говорит, говорит, то, что мы уже цитировали, кому-то на вши-мот и шарим, бытия, хорати, ка-моу, пускай душа моя умрет с ними, я хочу, чтобы мое будущее, то, что будет впоследствии со мной, было как с ними, как с ним, с народом Израиля, то есть он полностью с ними солидаризуется. Но с другой стороны, те темные силы, которые у него есть в душе, и они, да, сжирают его внутри, и как будто, как будто, шепчут ему на ухо, послушай, дорогой, мот и шарим, смерть праведников, он пишет ниха, а, бог с ним, это хорошо. А дальше она пора говорит, очень фразу, которая, ну, разговорный еврей, а варьбы на тайм, но пока суть до дела, почему не покайфовать? Ты говоришь, мот и шарим, отлично сказано, красивая фраза, но пока суть до дела, попроси деньги, попроси почета, все, почему не покайфовать? И это те две вещи, которые, те две вещи, которые борются в нем. когда с одной стороны Бель-Ан выступает в качестве пророка, и он пророчествует, причем интересно, что это именно на тему, как говорят комментаторы, на тему как бы чистоты лагеря Израиля, когда он говорит, ма-то-ву о-алеха-я-аков, как прекрасные шатры твои, я-аков. Это, кстати, фраза, представляете, вот этот негодяй-подлец Бель-Ан, из-за которого прошел мор, и по поводу которого была война, и тем не менее, с фразой, которую он сказал, еврей начинает свое вхождение в синагогу, когда он говорит, ма-то-ву о-алеха-я-аков, причем комментаторы говорят, когда Бель-Ан увидел, что шатры, Бне-Исраэль не стоят таким образом, что у них подходы в шатры, они не напротив друг друга, чтобы, грубо говоря, не подсматривать, что там происходит, а чтобы у каждого был протиют, чтобы у каждого была приватность, они были расставлены так, чтобы каждый жил приватность, да, а с другой стороны, именно на ту же самую тему, он как бы ловит израильтян, подначивая их и давая в конце совет, что надо их совратить с помощью, с помощью бнот-муав и медиан, как раз на ту же тему, но совсем на 180 и мы видим трагический конец вот этого персонажа. В тот момент, когда он раздираемый противоречи, и когда он не смог совладать со своим дурным началом и таки да, после великого пророчества и великих слов, он таки да, подал свой совет, какой у него конец. Конец у него трагический. Конец, конец. Мы видим, читаем просто книги Явашуа, посмотрите, книга Явашуа, 13 глава, 22 стих. Что сказано? Вет бильам бен беора косэм аргу бне исаэль бахэрэф. Интересно, как написано. Бильам бен беор, бильама сына беора, чем не говорится, что он нави, а говорится, что он косэм. Я, кстати, в кавычках думаю, что вот эти косматы, космы, русская, это как раз от слова косэм. Это другая история. То есть та же история, но косэм он его называет. То есть это явно отрицательное. Это не просто иллюзионисты, знахарь, колдун. Это что-то, что противоположное связит со Всевышним. Аргу бне Исраэль бахар. Бне Исраэль убили мечом. И вот эта история о бильаме, мне кажется, она дает нам какой-то потрясающий пример. Во-первых, вот такого неоднозначения, то есть как бы просто приоткрывает картину вот такой какой-то совершенно болезненной, сумасшедшей борьбы, которая происходит у нас на глазах в душе бильама. По-моему, потрясающая история, которую по-простому простому разрешить невозможно. Окей? Ну вот как бы на одной ноге это то, что я хотел сказать. Седор, если у кого-то есть какие-то соображения по поводу шизофрении, бильама, ослов, евреев, народов мира, скажем так, пожалуйста, можно их как бы озвучить. Окей? Ну что, есть желающие сказать? Да? Мы, Емель, мы вас слушаем. Значит, я, по крайней мере, вижу еще два варианта, да, то есть которые могут быть, помимо расщепления личности, они как-то совмещаются. Значит, ну первый, он самый такой простой и ясный, значит, я не буду сейчас в него влюбляться, во втором я скажу то, что может быть касаться и первого варианта. то есть если Всевышний может вложить уста ослицы, что она говорит и видит ангела, то понятно, и это написано прямым текстом, что ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Он его предупреждает Белама, чтобы он как бы не скатился в свое, так сказать, ворожительное что-то делать. Поэтому то, что мы слышим от Белама, это просто то, что говорит Всевышний его устами. Это один такой вариант простой, то есть параллель ослицы и Белам. Но более сложный вариант это то, что Белам, он, конечно, у него просто черная зависть, поскольку у него с одной стороны у него случайно он одноглазый, это отсылает нас к море, почему одноглазому нельзя делать рао, то есть нельзя подниматься к Всевышнему, нельзя подниматься в храм. Потому что один глаз это недостаток. Может увидеть суть Всевышнего, поэтому есть такой вариант, который по лохе он не принят, но он рассматривается. Таким образом получается, что он с одной стороны завидует, он действительно проклинает и делает все с помощью видения Всевышнего, он ему является в его состоянии, то, что он слегка сумасшедший, это действительно типа падучий, потому что он падает и один глаз у него видит, и он в этом состоянии у него происходит видение Всевышнего. это ясно, что у него что-то такое есть и патологическое тоже. Но с другой стороны у него зависть, можно сказать, что Всевышний одновременно не только просто вкладывает в его уста эти речи, а он выносит наружу то, что у него есть в подсознании, некий такой психоанализ, в котором он скрывает это всех, он никому не говорит, и он себе тоже не признается, чтобы сделать шуву, это надо осознать, надо понять свое но это у него видно не дано по его природе. И вот он выкладывает все то, что у него есть, что действительно он бы хотел быть тоже. Но с другой стороны он завидует, что этот народ он приближен к Всевышнему, а он как известно, он такой безродный и никак он не может приблизиться к этой чистоте. И вот тут возникает как бы это раздвоение мне кажется, да, то есть это раздвоение может быть не совсем такое патологическое даже, а оно просто как бы показывает так же, как фараон скрепил сердце и он не хотел признавать Всевышнего. правильно. Так и Белам он не может как бы отдаться истинной природе вещей и признать просто, сколько он уже как бы профессионал в этом воружбе и во всем. Он не может секунду, но специально же как бы Ханан Парад процитировал фразы мод навши мод ешарим. Человек такие вещи не говорит, не говорит, исходя из каких-то простовых меркантильных расчетов. Есть Псуким, которые показывают, что Белам в тот момент, когда он говорил Матабу Олех Яков, он говорил полностью с этим солидарен. Конечно, это зависть, которая в нем сидит. Он хотел бы этого, но у него изнутреннее противоречие. Он хотел бы быть так, но с другой стороны, он хочет победить эту хорошую добрую силу, потому что он сам по своей природе не такой. И он завидует так, как какой-то сатан может завидовать Всевышнего. Он может с ним спорить, но он не может ничего сделать против него. И остается только зависть. И когда он сказал то, что ему Всевышний сказал сделать все, он возвращается к себе, к этой мести своей, отомстить Всевышнему за то, что он сделал и что он по своей природе не может повернуться и все. И это его как бы такая природа. В каком-то смысле она может быть и патологическая. Трудно сказать. Можем ли сказать, что фараон упрямый просто, что у него такое значение. Я думаю, с фараоном там вот эта психологическая сильная вещь, что у него ожесточенное сердце, отняли свободу. Но мы не слышим, что у Бельама есть запись, как есть запись нашего урока, есть о том говорил. эта запись свидетельствует, как мне кажется, о какой-то чудовищной душевной борьбе, которая происходит в нем. Смотрите, я согласен, что надо смотреть на то, чему нас хотят здесь научить. В чем тут проблема? Я это сравниваю с книгой Йова. Здесь противоположное получается, что он с одной стороны знал Всевышнего, ему надо было знать и видеть Всевышнего и знать его пути, поэтому он завидовал. Но он, с другой стороны, он его не боялся, в этом его, понимаете, у него не было богобоязненности, в то время как у Йова было все наоборот. У него была страшная богобоязненность, он не верил, что вселенная может быть по-другому устроена, что надо приносить жертвы, и надо все, но он не знал Всевышнего, не было возможности, пока сам Всевышний к нему не пришел, тогда он его только увидел. А Билам видел Всевышнего все время, но в таком патологическом состоянии, он падал, видел, все, но не хотел этого признавать, он не боялся Всевышнего, то есть он как бы боялся, да, как бы, чисто физически, наказание, что если он скажет не так, Всевышнего уничтожит просто, если он не выполнит то, что ему Всевышнего Ну может быть, ну может быть, я сейчас подумал, вот эта вот двойственность Билама, может быть, эта двойственность, она вообще как бы, мы видим ее в отношении народов мира к евреям, вплоть до самых крайних полюсов, вплоть до самых крайних полюсов и разбросов, и по-видимому, это продолжается, Ну безусловно, это как началось, так и не кончалось, это очень глубоко сидит, понимаете, это все очень глубоко сидит. Окей. Да. Ну хорошо, смотрите, дамы и господа, мы рады, как бы, тому, что провели это занятие. Некоторое такое техническое замечание, смотрите, так получилось, что у нас этот день, вот сегодня, шлиши, вторник, он будет занят, в последующие, начиная с следующими неделя, здесь будет новые курсы Урия Гершовича «Введение в Талмуд». Мы на самом деле хотели сделать некоторый перерыв до-после лета, но при этом, при этом я обращаюсь к вам, пожалуйста, сообщите известным вам способом, да, где вы меня видите и видите сообщения в Телеграме, в Фейсбуке, по почте, как угодно. Теоретически, я посмотрел, есть два еще дня, которые, которые можно использовать. вот, а именно Йом Шини, понедельник, в шесть часов, то есть раньше того, чем мы занимались, но при этом он, и второе, это Йом Рви, среда, тоже в шесть часов, но при этом, при этом, это будет накладываться на занятия Рава Йона Левина. я не знаю, насколько вы на них ходите. Если будут соображения, напишите, мы это обсудим. Но на сегодняшний... Это платный курс? Это какой-то платный курс или как? Я не понял, о чем вы говорите. Курс кого? Курс кого? Гершович. Гершовича, пожалуйста, посмотрите на лельмод.орг. Нет, эти все курсы, они такие же, он условно-бесплатный, скажем так. Но все написано там. Была некоторая идея о том, чтобы люди, которые проживают в России... Можно это дублировать объявления, потому что у меня телеграмм нет, и я как-то не очень его хочу ставить. Зайдите на лельмод.орг. Там сразу лельмод.орг. В смысле, в скайп-то вы имеете? То есть, это в ватсапе? Нет, зачем? Просто в интернете на цапель.орг.орг.орг. Там написано, что будут объявления о лекциях... Нет, там просто... Ну, сейчас, немножко подробно... Там есть просто страница, на этой странице нажимаете, там есть... Либо напишите мне письмо, я вам отвечу. Хорошо? Напишите мне письмо, вы же мне иногда писали, я вам отвечу и напишу... Я просто имею в виду, что то, что будет по телеграмме, если можно дублировать по почте просто, было бы неплохо. Нет, это делать невозможно. Невозможно? Ну, как можно весь чат, в чем Ури, по-видимому, он будет активно отвечать людям, я же не буду брать и все время это самое... по телеграмме увидим. Поставьте себе телеграмму, это очень просто. Поставьте. Хорошо, я могу... Разве этого курса я готов поставить, да. Да, нет проблем. Еще раз, если не будет дополнительных пожеланий перенести, как я сказал, на понедельник, либо на среду на 6 часов, то мы тогда временно приостанавливаем наши занятия понедельным разделом до после лета. Если же, тем не менее, вы напишите и скажете, что большинству из вас да, подходят либо шини, либо понедельник, либо среда, мы подумаем в 6 часов вечера, мы подумаем о том, чтобы, может быть, продолжить и летом тоже. Окей? Хорошо, давайте тогда на этом закончим. напишите опции, напишите эти опции, чтобы мы знали, из чего выбирать, то есть точно. Я сказал, понедельник, понедельник, среда в 6 часов вечера. Оба в 6 часов, и то, и другое, да? потому что после этого есть опять же занятия. Хорошо? Ну, хорошо. Окей, тогда на сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо. Я хочу только добавить, я сейчас замерю с вами из больницы, мне предстоит операция на сердце. Вау. Кто хочет, может молиться. Нет проблем. Если это ничему не... Да, или уроки проводить. Нет проблем. Если это ничему не противоречит... Маму как зовут? Да, как зовут маму? Хава, Хава. Эмиль Бат Хава, хорошо. Эмиль Бат Хава, я написал. Почему Бат Хава? А, Бен Хава, слега, 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 да, Эмиль Бат Хава. Да, нет проблем. Я все написал. Будьте здоровы, Рафла Шлема. Мы вам желаем... Рафла Шлема, это очень важно. Да. Окей. Все, всем счастливо, до свидания, пока.